Здравствуйте! Вы смотрите программу «Без купюр» и веду ее я, Ольга Чупова. Формат нашей программы не решает проблем. Мы просто о них говорим. И сегодня мы беседуем с депутатом Риги Когу Валерием Корбом о проблемах Ида Вирума в северо-востоке Эстонии. Вопрос занятости безработицы связан очень тесно. И сегодня у нас в студии собрались люди, которые желают задать вопросу конкретно по нашей теме. Итак, Татьяна, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос к вам. У меня дочка в июне закончила училище наше и закончила по специальности пекарь-кондитер. Но все лето она пыталась найти работу, но когда она читает объявления или в фирму обращается, там просят опыт работы. У меня вопрос, как молодежь наша может получить опыт, если не работает? Вот если все фирмы просят опыт работы. Но вот мы вопрос о трудозаднитости уже в предыдущих передачах здесь и в Нарвеже обсуждали, и не только в Нарвеже, а в других городах. Поэтому я еще раз хотел бы подчеркнуть и считаю, что сегодня та политика, которая направлена на то, чтобы создать рабочие места, она практически на уровне государства не срабатывает. Она, мне кажется, не совсем эффективна вообще и на будущее. По одной простой причине, потому что этим занимаются недоходные предприятия, этим занимаются государственные, собственно говоря, структуры или государственные организации, их можно называть много. Но, к сожалению, из этой структуры выброшены вообще местные самоуправления. Я считаю, что ведь местные самоуправления регулируют, например, и точно знают, сколько человек на данной территории работает. Потому что, если спросить, например, руководителя финансовых отделов местных самоуправлений, Нарвеже, Ломяев, Кухлоярьев, то каждый месяц мы с точностью до одного человека знаем, сколько было налогоплательщиков в предыдущем месяце. И вот цифры показывают, что они остаются на том же самом месте. Хотя я вот читаю, конечно, там большие газеты напишут, статьи пишут о количестве людей, которые непосредственно получили новую работу. Но, к сожалению, эта цифра, мне кажется, не совсем точно. Нам говорят о десятках тысячах. Ничего подобного. Я думаю, что и неоднократно, и вы думаете, что считали о том, что вот наш премьер-министр обратно же говорит о том, что мы в год должны тратить или использовать 4 миллиарда крон. Это очень большие деньги. Но когда они используются в холостую, скажем, да, и этот процесс, мне кажется, идет. Поэтому и получается, когда молодые люди, заканчивая профессиональное техническое училище или центр, не находят работу, а она не находится только потому, что нет этих рабочих мест. И поэтому все, что сегодня с идеологической, там, скажем, подоблюги или политической, говорят, о десятках тысяч, мне кажется, что это не совсем точно. А проще говоря, в общем-то, нас заводят в заблуждение. Если кто-то хочет со мной поспорить, я готов ответить на эти вопросы. Но мы говорили весной, например, обсуждая здесь же, в основном, аудиторию о том, что процесс, скажем так, сезонности присутствует. Присутствует. Было 90 тысяч на начало летних месяцев без работы. Сейчас 71-2. Последнюю неделю говорят о двух с половиной возрастающей цифре обратно. Я думаю, что к осени она в принципе опять подтянется к этой цифре. Получается, что, в общем-то, обратно процесс идет, скажем, сезонность, и он сказывается. Более того, мне кажется, что сегодня и профессиональные технические училища, если говорить конкретно по вашему вопросу, они работают параллельно, они работают параллельно производителям. То есть, я не знаю такой крупной работы, например, может быть, или такого сотрудничества, скажем, местных работодателей, скажем, Нареев, Селомяев, Кухаяев, будем говорить про Северо-Восток, и наших центров, которые работают. У ПТУ или, простите, центров, да, мы больше ПТУ привыкли говорить, у них есть своя программа. У них есть программа утверждения министерством, собственно говоря, образования, они получают под это деньги. И я больше всего убежден в этом в том, что, например, в конечном результате директор хочет получить как можно больше, чтобы у него было, во-первых, профессий, во-вторых, как можно больше учащихся, которые заканчивают 9-й класс или основную школу. А вот уже процесс обустройства, наверное, остается на второй план. Хотя, наверное, есть те добросовестные, собственно говоря, директора, которые пытаются над этим работать. Я вспоминаю, действительно, 97-й, 98-й год, когда были, в общем-то, международные проекты по именно переобучению. И мы получали деньги достаточно большие, но там было одно условие. Ты получаешь 50% средств сначала, в начале этого проекта, и потом в конце ты получаешь в том случае, что ты 85% прошедших переподготовку, это не дети, а взрослые, если параллели проводят, тогда ты получал остальные деньги. Если ты не трудоустроил 85%, значит, деньги из Брюсселя, которые там или по фондам, ты не получаешь. Это очень пристой, примитивный. Но он заставляет всех местных чиновников, которые занимаются этими проектами, занимаются непосредственно, в принципе, думать о том, а куда ты переобучишь, скажем, того же самого официанта. Вот у меня друг, мы вместе с ним вместе пошли в шахту работать, он мне и говорит, в общем-то, в 55 лет, ну ты меня переобучишь, дашь ты новую мне профессию, из меня, горнорабочего, сделаешь официанта или кельнера. Смешно выглядит, правда? Ну хорошо, вот ты меня переобучишь. Его время вышло, 53 года, практически уже достиг того возраста, когда надо выходить из шахты, чтобы получить здоровье. Мы его переобучили. А куда мы его ходим? Вот точно так же профессиональное техническое училище. Нам нужно сначала создавать рабочие места и потом думать, наверное, о количестве групп, которые нам нужны на это. И, конечно, здесь, еще раз повторяю, я вернусь, глубоко убежденный человек, который работал 20 лет местных самоуправлений, без местной власти, без местной власти этот процесс не будет. Сегодня местная власть просто фактически отключена, исключена, в общем-то, в этом процессе. В последнее время бытует мнение о том, что люди, которые получают и используют социальные льготы, это значит, пособие по безработице, использование курсов, пока они находятся на социальном обеспечении, они в некотором роде развращают наше население. Если так дальше пойдет, люди не захотят, они уже сейчас не желают устраиваться на минималку, потому что они и так имеют те доходы, которые бы они имели, работая целый день за минималку. Итак, если так дальше пойдет, это ведь ляжет на плечи государства. Я думаю, что здесь, наверное, стоит сказать об общем уровне экономики государства и, скажем, тех же самых заработной плате, например. Если средняя работающий человек, средняя заработная плата составляет у него сегодня около 12 тысяч крон, если он получает на бирже, в общем-то, скажем, как по учету, получает около 5 тысяч, то вот эта разница его не стимулирует для того, чтобы найти новую работу и пойти по пути этому. Поэтому чем выше, в общем-то, у нас заработная плата, чем больше будет, мне кажется, разрыв между средней заработной платой и минималкой, тем больше будет стимулирование к тому, чтобы пойти, действительно найти рабочее место. Поэтому мы же знаем очень много людей, которые сегодня на предприятиях, не только, собственно говоря, на бирже, а ведь многие люди, которые работают, они же работают, ну, 6-7 тысяч, вы, давайте, скажем так, что заплатили налоги, в принципе, бензин, скажем там, или там автобусные билеты, которые там надо проехать, надо работать, потом, скажем так, на обед человек должен тоже сходить, и получается, вы простите, в результате получаешь ту же самую минималку. У меня супруга тоже была, в общем-то, скажем, два с половиной года назад на бирже, и когда я, в общем-то, поинтересовался, собственно говоря, как же тогда вот этот расклад, и получается, действительно, что человек, встающий на минималку, работал на мебельной фабрике в Кухлояре, в принципе, получал эту заработную плату, о которой я говорю, 6-7 тысяч, там, в принципе, минус подоходные, минус, значит, повседневные, значит, шурихотейты, я же вот назвал цифры, которые у каждого человека. На автобусе ехать 10 крон, скажем, из одной части в другую, или там 7 крон, или 15, покушать надо, так человеку, получается, что ему легче, собственно, сидеть у телевизора, получать эту минималку, в общем-то, и не тратить вот этих, не нести на сходы. Поэтому сегодня нужно думать, наверное, больше, собственно говоря, о подъеме, собственно, самой среднего уровня зарплаты, чтобы у человека было заинтересовано. А если этого не будет, то не будет перспективы, и думаю, что человек, вот как вы говорите, будет стоять немножечко в стороне процесса, ему это просто невыгодно. Что же делать? Мы все люди, мы все прекрасные, и не только мы, в общем-то, с духовной пищей, а нужна и материальная сторона вопроса. Более того, если еще, например, человек один работает, ведь у нас очень много людей, которые работают, семьи, у которых один, или вообще просто один человек живет, там, с детьми, особенно, не встречается, когда мамы воспитывают детей, собственно, одна, там, скажем, не получая, кстати, алименты. Поэтому, в общем-то, сегодня, скажем, сама структура жизни подстегивает или подталкивает людей, это вполне понятно, мы все об этом говорим, но мы не предпринимаем для того, чтобы ее изменить, к сожалению, ничего.